здравствуйте дорогие мои зрители подписчики полюбуемся астрами начинают начинает расцветать у меня вчера был самый лучший день за все лето неделя была интересная такая в понедельник у нас лил дождь мы не работали в пятницу передали тип погоды неблагоприятный оранжевое предупреждение 30 градусов температура жара и мы решили не работать ну и все обычно же я в субботу еду на рынок а тут не нужно было так хорошо так приятно я хотел еще косить но как-то наверное этот приятный день был у многих у наших соседей была такая тишина обычно нас кто-то пилит косит что-то там стучат гремят но в эту субботу было просто тишина астрочки мои распускаются потихоньку я не знаю что с ними будет как они могут быть кустовые если вот эта серединка она же уже перецветет наверное ее нужно будет удалять ну короче я посмотрю в этом году я такая спокойная не зачем ни за что не заморачиваюсь потому что ну ну да верно надоел уже за все переживать ну как будет так будет если что пусть подсветут мои астры просто так для моего удовольствия но если я смогу я конечно их продам это уже не обсуждается но пока вот так я видела на рынке такие красивые астрочки вот такие мелкие я когда-то смотрела в интернете видела название их но я не нашла семена в этом году увидела и у меня есть есть мечта есть зачем жить на следующий год я хочу попробовать их вырастить продали их быстро такие разноцветные были красненькие были такие светлые расцветки вот светлые расцветки быстрее ушли проверила я сегодня свою рукколу вот здесь под агро волокном ну и что вы думаете ее кто-то грызет видимо есть вредители которые ползают там по земле и нет стопроцентной уверенности что вот так закрыла агро волокном и все и можно не смотреть так что будьте внимательны до половины лет и у нас было спокойно хорошо росло все и не было никаких вредителей но сейчас они как будто бы сошли с ума так что я сегодня проверила посмотрела и нужно будет наверное открывать и обрабатывать пока не поздно а я хочу вам показать сегодня именно тимьян или чабрец как его называют по-разному выращивается он очень легко это тип травы да я выращиваю также как рукколу как и всю зелень через рассаду через кассетной рассады потом вот такими просто ячейками высаживаю сразу и чабрец рос хорошо спокойно и все все с ним хорошо всего у меня два рядочка эта грядочка может быть 12 метров так что немного вот так он вырос красивый хороший берешь вот так 11 одну эту ячейку срезаешь и уже пучок в общем-то выгодная культура мало такая объемная но единственное что нет такого спроса чтобы мог ты привезти 100 штук ну 30 40 50 может быть от силы выходные дни и то это тоже на любителя и если кто-то знает что у вас есть и и специально ищут и что я еще хотела сказать все это легко все хорошо нужно обязательно прополоть вот здесь я специально вырезала один кусочек вам оставила посмотреть кустик видите мокрится если вот так опутает но не знаю как выбрать это нужно просто как-то уже не возьмешь например вот так и срезал на резинку и у тебя пучок в руках нет это уже так не получится и поэтому следить нужно для за этим если есть мокрится или в этом месте не высаживать или следите маленькую-маленькую тогда прополоть эту культуру ну у нас вот это все было чисто все хорошо вот так я срезала просто низко срезала секатором чтобы потом хорошо прополоть и немножко я тяпочкой прошлась ну вот например если здесь какая-то останется маленькая травка если не обратить на нее внимание она растет в этот чабрец и все потом будет плохо с ним работать вот такая история видите какая мокрится здесь растет короче мы здесь проходим но у нас маленький объем поэтому это можно все сделать не страшно вот если кто-то выращивает обратите на это внимание помидоры продолжают меня радовать но тоже посмотрите какая трава это я даже не могу представить откуда она но вообще-то можно представить это же у меня биогумус мы завязали сюда в эту теплицу и скорее всего что где-то там с наволозом эти семена может быть я даже не знаю короче я не знаю как как с ней бороться с этой мокрицей даже не представляю но здесь мы прополем я уже сколько раз прохожу тяпкой пройду немножечко тогда она вроде бы и убьешь эту траву и опять она начинает конечно она не очень-то повредит помидорам но как-то это неприятно распустить такую ерунду по теплице бальзаны мои растут помидорки в этом году радуют хорошо растут я еще раз хочу обратить внимание уже говорила может быть не один раз как-то вот в недоумении посмотрите вот этот костик такой маленький маленький какой-то такой хиленький и вот здесь вот рядом вот растут и богатые красивые вот прямо помидорки за помидорками кисть за кистью завязываемость отличная и растут хорошо ни один цветочек не остался без плода очень интересный сорт но единственное что он мелковат просто люди знают что он вкусный поэтому берут но надо чтобы они еще узнали это и что хочу сказать вот здесь они посажены мне этот ряд самая маленькая самая рассада была такая маленькая я даже высаживала не было даже страшно думаю вырастет она или нет что-то уже поздно так и вот они так догнали обогнали и очень хорошо растут а здесь попала одна росомонда я же говорила что я обязательно перепутаю потому что ну вот они все одинаковые эти помидоры и довольно крупные такие тоже вот позже я говорю что они такие малюсенькие были но даже у меня нету слов как они хорошо хорошо выросли и вот еще вот посмотрите какие огромные ну как можно было из таких малюсеньких вырастить такие огромные здесь тоже вот огромные наверху растут это не то чтобы нижние кисти а вот такие наверху завязались но я думаю может быть это год такой хороший на помидоры а возможно потому что у меня здесь внесено очень-очень много биогумуса кошка за мной так и бегает артистка ну а это нагоморис посмотрите я думаю ну для чего привозят сюда такие семена индийские когда там индия где индия где латвия наверное им нужна жара вот когда было жарко он немножко тронулся в рост посмотрите какой он смешной ну как зубочек ну может быть он и очень острый но не знаю не знаю никогда в жизни больше я его не посижу и вам не советую ну может быть у меня так растет тоже посмотрим еще вот какие-то зелененькие тут начинают расти вот такая у меня еще история есть а здесь помидоры вот эти это белорусские семена поздно-поздно их посадила ну я выращивала там для одного человека рассаду эту ну посадила себе два подумала может быть очень вкусный будет это не гибриды а просто сорт но пока еще не зреет попробую однажды был у меня белорусский сорт буйно-плодный был написан мне это назвало само слово понравилось буйно-плодный ну знаете плодов там было очень мало но очень вкусные такой бычье сердце тип и я не продавала ну в общем ну один у меня был из кустик не продавала ничего и все сама вот прихожу в теплицу сразу подхожу беру и съем этот помидорчик такой был хороший сегодня мариновала огурцы и сняла видео такие видео трудно снимать там много процедур как-то там все нужно вырезать лишнее но у меня давно не было видео которое бы смотрела большое количество много просмотров да потому что ну скорее всего такие темы сейчас задаются которые не очень-то подхватываются ютубом потому что если большой просмотр это значит ютуб подхватил а так самим ничего там нельзя сделать и я хочу вас попросить я думаю что я вас редко прошу но сегодня прошу я его поставлю вот вслед за этим видео если кто-то кому-то не трудно поставьте хотя бы класс лайк там что-то может быть хоть одно видео у меня будет немножко популярным просмотров мало ну про деньги мы совсем не говорим кто-то мне написал у вас очень много пустой земли а ваш канал только для зарабатывания денег мне было просто смешно в июле по-моему было 8 евро но знаете вот эти деньги это я даже не знаю для кого они могут быть большими вообще не для кого так что это просто ради морального такого интереса но если уже как-то просмотров больше но все-таки как-то каждая работа должна приносить какое-то какое-то удовольствие ну вот короче так прошу поставить класс вот так коротко и ясно а мы с кошечкой с вами прощаемся кс-кс-кс-кс-кс-кс иди сюда иди сюда прощаемся завтра начнется новая неделя опять мы пойдем на свою свеклу и возможно я вам сниму что-нибудь там на огороде до свидания и и и и и и и